эфир телеканала беларусь 4 гомель продолжается новый день встречаем вместе с программой утренний фреш меня зовут александр лупиненко как всегда я расскажу о культурных событиях гомеля и гомельской области а также познакомлю с другими интересными фактами сегодня на территории гомельской области прогнозируется сплошная облачность и осадки в виде дождя днем температура воздуха составит 6 градусов тепла ветер юго-западного направления скоростью до 5 метров в секунду творческий тандем олега лукашевича и александра алексеева хорошо известен беларуси и за ее пределами серии художественных альбомов спадши на беларуси фото выставок и циклом документальных фильмов они открыли беларусь для всего мира одно из направлений их творчество репортажная фотография герои которой мировые звезды олег лукашевич и александр алексеев единственные беларуси журналисты которые более 20 лет работают на самых престижных кинофестивалях мира это и позволило им общаться со знаменитостями и теперь уникальный архив можно будет увидеть на выставке звезды и знаменитости в объективе олега лукашевича и александра алексеева посетители дворца румянцевых и паскевич и смогут прогуляться по красной дорожке со звездами мирового кино и шоу-бизнеса и прочувствовать атмосферу мировых кинофестивалей но это еще не все только на открытии 21 февраля в 16.30 будет проведена авторская экскурсия также частью мероприятия станет живое музыкальное сопровождение в исполнении группы уэйв и солистки стефани хрущевой создай свой проект так называется хакатон для школьников который пройдет в гомельском технопарке 22 февраля его участниками станут ребята в возрасте от 14 до 17 лет в ходе восьмичасового мероприятия командам предстоит работать над созданием собственного чат-бота который сможет решать заданную проблему участие форуме бесплатная он проводится с целью поддержки инициативных ребят которые хотят практиковаться и получать новый опыт экспертами выступят представители ведущих айти компаний предприниматели и основатели успешных белорусских стартапов частью мероприятия также станут мастер-классы по созданию чат-бота дизайну и копирайтингу а также презентации проекта команда победитель получит заслуженную награду и возможность представить свой проект на финальном хакатоне в минске ну а тем временем в областном центре пройдет финал конкурса мистер гомель 2020 в городском центре культуры встретятся 11 претендентов на победу сейчас они активно посещают занятия по хореографии актерскому мастерству а также в их расписании фотосессии спортивные и интеллектуальные состязания кстати в каждом из них жюри определит своих победителей но их имена мы узнаем только 22 февраля 23 февраля на сцене городского центра культуры состоится концерт клуба прометей его неизменным руководителям остается лидия еловая коллектив подготовил программу посвященную своему 25-летию зрителей ждут яркие номера коллективов входящих состав клуба а это вокальный ансамбль сяброуки танцевальная группа бабульки творческая группа ретро театр музыкальных пародий антистресс также частью программы станут выступления и поздравления приглашенных коллективов в общем не пропустите в первый день марта в гомеле пройдет международный конкурс молодых исполнителей вокал смайл он не только откроет молодые таланты но и поможет раскрыть творческий потенциал участников в конкурсе сможет принять участие каждый желающий возрасте от трех лет подробная информация размещена в группе конкурса и в социальной сети вконтакте вход в день проведения мероприятия 1 марта свободный 4 марта в областном центре будет проходить традиционный конкурс мистер университета имени франциска скарины впервые он был проведен в 1990 и в этом году состоится уже в 30 раз частью конкурса станут четыре этапа театральные импровизационные литературные и домашнее задание в рамках последнего участникам предстоит своеобразная минута славы каждый всего за три минуты постарается доказать что именно он самый творческий тема этого этапа будет посвящена международному женскому дню всем участникам конкурса полагаются подарки и благодарности победители в отдельно взятых конкурсах получат свои заслуженные призы а обладателя приза зрительских симпатий определят конечно же зрители кому же достанется титул мистер университета 2020 узнаем 4 марта конкурс пройдет в актовом зале университета начала в 18.00 ну а тем временем желающие еще могут успеть познакомиться с выставкой фотографии цифра мыла профессиональные фоторепортеры и фотолюбители серьезно отнеслись к выбранной теме нерезкой фотографии в процессе создания работ авторы использовали самые разные способы съемки и технические приемы экспозиция выставочном зале университета имени франциска скарыны открыта только до 20 февраля спешите увидеть эти уникальные фотоработы картины галереи гавриила ващенко продолжает работу выставка живописи современники автор норик саребекян в экспозиции портреты современных поэтов актеров режиссеров и художников отдельный блок посвящен пейзажем и тематическим произведением мастера его картины находятся в частных коллекциях в разных странах мира автор также занимается монументальной росписью стен и потолков за 40 лет своей творческой деятельности он расписал более одной тысячи квадратных метров в музее автографа еще доступна выставка черно-белых графических работ под названием молчание автор гомельский художник олег боклок говорить о причудливых образах которые были навеяны ассоциациями из мира мифологии фантастики сложно работам присущие минималистичность средств исполнения и информационная насыщенность каждый посетитель выставки сможет увидеть произведениях автора что-то свое но связь с образно-знаковым содержимым картины остается неизменной познакомиться с выставкой можно до первого марта белте радиокомпания приступила к организации кастингов проекта x-factor они пройдут во всех областях страны жители гомельской области которые пожелают принять участие будут ждать 25 апреля во дворце культуры мозырский нпз а 26 и 27 марта прослушивание пройдут в гомельском общественно-культурном центре регистрацию участников с 10 часов утра сами кастинги будут проходить с полудня до 8 часов вечера попробовать свои силы в отборочном туре смогут участники в возрасте от 16 лет экономика и инновации образование и здравоохранение на качестве на новом уровне все это про глобальный план стран участниц оон цели устойчивого развития на что ориентируют нас в реализации повестки 2030 и что это может дополнительно дать региональному развитию об этом пойдет речь в ближайшем выпуске программы главная тема включайте телеканал беларусь 4 19 февраля в 19 часов 20 минут тело человека познавательная программа о вопросах здоровья статистика говорит что большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости а количество тех кто занимается самолечением и самодиагностикой и вовсе сложно посчитать в итоге это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране но и на ее качество первый шаг на пути к изменению такой ситуации профилактика на это и направлена программа тело человека смотрите сегодня на телеканале беларусь 4 гомель в 19 30 добрый вечер гомель это разговор на актуальные темы рассказ о ярких событиях и жизни гомеля и гомельской области интересные гости в студии известные ведущиеся радиокомпании гомель сегодня вечером смотрите новый выпуск а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к нашей группе вконтакте включайте телеканал беларусь 4 в 20 25 это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана звоните в студию делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах это был утренний фреш я александр лупиненко желаю вам исключительно хорошего настроения и пусть сегодня его никто и ничто вам не испортит